Итак, друзья, дорогие английские семьи Савченко вновь приветствуют вас. И с вами сейчас Алексей и Нелечка. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас, друзья, основной курс, урок 26-й. И у нас сегодня будет новых 4 слова, и у нас будет сегодня 54 фразы и предложения. Итак, вы смотрите английский семьи Савченко. Найти нас можно на двух каналах, а также наш сайт www.english-sav.com Давайте мы сразу сейчас посмотрим вот слайд с ошибками, которые были в прошлом уроке. Пожалуйста, проверьте. Вот имена тех, кто постарались позаниматься. Спасибо вам! Итак, сегодня мы будем работать над таким интересным предложением, которое немножечко необычно в правописании. Вы там увидите кое-что. Ну, а, в общем, в нашей жизни оно очень интересно и важно. Наверное, что-то полезное для себя найдем. Итак, наше предложение сегодня на русском языке звучит так. Я сушу мою мокрую одежду на улице. Outside на улице. Прочитай с местоимением я, Нелечка, вот эту фразу. I dry my wet clothes outside. Спасибо. Итак, смотрите, здесь вот сразу хочу подчеркнуть одну такую вещь. Видите, немножко необычная. Прочитай это слово, Нелечка. Dry. Видите, слово заканчивается на букву Y. И поэтому для местоимений он, она и это, но это мы не будем сегодня с ним работать, да? Он, она и это, у нас не просто добавляется S, как мы привыкли, да? А добавляется I и S. Окей? Запомнили? И то же самое здесь. В прошедшем времени у нас не просто добавляется ED, но Y, которая была, у нас что делается? Уходит. Уходит, убирается Y, и вместо нее приходит I и добавляется ED. Понятно? Так что раз слово заканчивается на Y, у нас вот такие исключения некоторые исправил. Вот. Поэтому так оно и есть. Ну, может не исключение, но это как бы дополнительное правило такое. Если это все понятно и мы вам достаточно объяснили, давайте мы сейчас пробежим быстренько вот что. Итак, притяжательные местоимения, значит, личные притяжательные, и мы сразу начинаем работать. Я. I. Мой. My. Вы. You. Ваш. Your. Повторяйте вместе с нами, вместе с Нелечкой. Мы. We. Наш. Are. Они. They. Их. They're. Он. He. Его. His. Она. She. Ее. Her. Это. It. Этого. It. Спасибо, Нелечка. Итак, друзья, напоминаю, что всем, кому интересно узнать побольше правил, пожалуйста, идите в урок номер один. Там подробно мы все рассказываем. Английский, у нас американский язык. И через четыре урока у нас уже экзамен. Друзья, готовимся. И у нас произносим просто в настоящее время. Это у нас основное правило, в которое мы сейчас пребываем, которое утверждаем. Давайте мы сейчас вместе с вами сразу познакомимся с четырьмя новыми словами, которыми вот сегодня мы будем работать с ними. Итак, наш основной глагол сегодня – сушить. Итак, Нелечка, пожалуйста, три раза. Dry, dried, dried. Еще разок. Dry, dried, dried. Хорошо, друзья, обратите внимание на первую D, она звучит немножко звонко, а не просто dry, dry, да? Ну, так мы говорим с русским акцентом, dry. А на самом деле, послушайте, как Нелечка говорит, давай. Dry. Да, dry, как бы D такая звонко, между D и G, dry. Хорошо, спасибо. Я думаю, понятное слово. Теперь, одежда, одежда, вот так пишется, пожалуйста. Clothes. Да. Clothes. И еще раз. Clothes. Да. Обратите внимание, что здесь у нас такая продолжительная O. Close, да? Вот. И здесь как бы еще хочется читать Clothes, как бы дополнительно, да, еще. Но так не надо читать, просто она читается так, как есть еще разочек. Clothes. Спасибо, Нелечка. Ох, попали мы куда. В общем, одежда почему-то стала мокрая. Итак, мокрая. Wet. Еще раз. Wet. Да, вот здесь И, да, здесь слышится такая русская Э. Окей? Еще раз. Wet. Да, спасибо. И Т тоже громкая, не wet, а wet. Оно так лучше звучит. И еще раз на улице, то есть outside. На улице вот такое интересное слово. Давай outside. Outside. Здесь слитно. Outside. И еще раз. Outside. Outside. Outside, где делается ударение? На out или на side? Или там и там? Outside. Больше, наверное, на первое, да? Outside. Наверное, и там и там, то есть оно как-то более-менее ровно. Спасибо. Итак, друзья, вы смотрите «Английский семей Савченко». Я думаю, что вступление мы сделали достаточно хорошее. Сейчас сделаем крутую паузу и приступаем к работе. Будьте с нами. У вас будет сегодня интересная работа. Пожалуйста. Всем будет интересно. Итак, друзья, спасибо, что вы с нами. Давайте начнем мы теперь работу. Помните, мы говорили о том, что Нелечка сейчас один раз еще раз прочитает медленно, для того, чтобы вы почувствовали, зафиксировали произношение. После этого я буду давать вам просто местоимение. Я, вы, мы, а вы сами составляете предложение. И через короткую паузу Нелечка, она говорит на английском языке, и вы сверяете себя. Еще. Я даю паузу достаточную для того, чтобы вы сразу сориентировались и сразу сказали «Окей?» Может быть, ну секундочку, две я буду ждать дольше, потому что я в голове себе это проговариваю сам. Почему это важно? Потому что некоторые пишут, что короткая пауза. Я понимаю, что у вас разный уровень знания английского языка. Если вам сложно, вы просто, например, услышали местоимение «Я». Нажмите паузу, постройте предложение, спустите паузу и послушайте, как Нелли говорит. Хорошо? Но ваш должен быть уровень такой, чтобы вы успевали вот в эту паузу сказать фразу. Это значит, что вы уже поднимаетесь на хороший уровень. Договорились? Работаем. Кстати, я усложняю ситуацию. Усложить тоже, будь внимательна. Я усложняю вам задание. Почему? Потому что я сейчас буду говорить местоимение не по порядку. А то вы уже привыкли по порядку, и это бывает хочется спать сразу. Потому что уже привыкли к одному. Местоимения будут разные, поэтому думать надо постоянно. Договорились? Спасибо большое. Нелечка, давай с местоимением «Я» прочитай вот спокойно каждое слово. Давай. И давай теперь прочитай с местоимением, к примеру, «he», «он». Извиняюсь, пауза для того, чтобы вы повторяли. Давай. Спасибо большое. Итак, давайте вот что мы сейчас сделаем. Приступаем к работе. Я думаю, что произношение мы проработали. Итак, первое предложение. Я. Проверяем. I dry my wet clothes outside. Она. Проверим. She dries her wet clothes outside. Мы. Проверим. We dry our wet clothes outside. You dry your wet clothes outside. You dry your wet clothes outside. Проверим. He dries his wet clothes outside. Они. Проверим. They dry their wet clothes outside. Спасибо большое. Я думаю, так оно лучше. Местоимение мы меняем, поэтому вам приходится думать. Это замечательно. Итак, работаем. Прошедшее время утверждения. Итак, начнем. Давайте. Вы. 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 Проверим. You dry your wet clothes outside. Он. Проверим. He dried his wet clothes outside. Мы. Проверим. Проверим. We dried our wet clothes outside. Она. Проверим. She dried her wet clothes outside. Я. Проверим. I dried my wet clothes outside. Они. Проверим. They dried their wet clothes outside. Замечательно. Спасибо большое. Двигаемся дальше. И у нас теперь будущее время. И у нас также утвердительные предложения. Мы работаем. Они. Проверим. They will dry their wet clothes outside. Вы. Проверим. You will dry your wet clothes outside. Он. Проверим. He will dry his wet clothes outside. А мы. Проверим. We will dry our wet clothes outside. Она. Проверим. She will dry her wet clothes outside. I will dry my wet clothes outside. Замечательно. Спасибо большое. Итак, друзья, вы смотрите английский семью. Савченко. Короткая пауза. И мы перейдем к следующей теме. Будьте с нами. Итак, друзья, спасибо, что вы с нами. У нас следующая под тема. И у нас начинаются вопросительные предложения. И мы начинаем сразу с вами работать с местоимением вы. Проверим. Проверим. Do you dry your wet clothes outside? Она. Проверим. Does she dry her wet clothes outside? Я. Проверим. Do I dry my wet clothes outside? Мы. Проверим. Do we dry our wet clothes outside? Он. Проверим. Does he dry his wet clothes outside? Они. Проверим. Do they dry their wet clothes outside? Замечательно. Спасибо. Двигаемся дальше. Итак, у нас получается вопросительные предложения. Но у нас прошедшее время. И мы начинаем. Он. Проверим. Did he dry his wet clothes outside? Вы. Проверим. Did you dry your wet clothes outside? Они. Проверим. Did they dry their wet clothes outside? Я. Проверим. Did I dry my wet clothes outside? Она. Проверим. Did she dry her wet clothes outside? Мы. Проверим. Did we dry our wet clothes outside? outside? Замечательно. Спасибо большое. Двигаемся дальше. И у нас вопрос. Но время будущее. И мы сразу с вами работаем. Она. Проверим. Will she dry her wet clothes outside? Мы. Проверим. Will we dry our wet clothes outside? Он. Проверим. Will he dry his wet clothes outside? Я. Проверим. Will I dry my wet clothes outside? Они. Проверим. Will they dry their wet clothes outside? Вы. Проверим. Will you dry your wet clothes outside? Замечательно. Спасибо большое. Итак, друзья. Вы смотрите английский с семьей Савченко. Еще короткая пауза. И у нас будет следующая подтема. Будьте с нами. Итак, друзья. Спасибо, что вы с нами. И у нас сейчас отрицательные предложения. Настоящее время. И мы с вами начинаем. Он. Проверим. He doesn't dry his wet clothes outside. Мы. Проверим. We don't dry our wet clothes outside. Вы. Проверим. You don't dry your wet clothes outside. Проверим. Она. She doesn't dry her wet clothes outside. Я. Проверим. I don't dry my wet clothes outside. Они. Проверим. They don't dry their wet clothes outside. Спасибо. Мы переходим к следующей подтеме. Это нас отрицание. Прошедшее время. И мы начинаем работать сразу. Мы. Проверим. We didn't dry our wet clothes outside. Они. Проверим. They didn't dry their wet clothes outside. Она. Проверим. She didn't dry her wet clothes outside. Вы. Проверим. You didn't dry your wet clothes outside. Он. Проверим. He didn't dry his wet clothes outside. И я. Проверим. I didn't dry my wet clothes outside. Спасибо большое, Нельчика. Спасибо вам, друзья, за замечательную работу. И у нас последняя кошечка. У нас получается, что будущее время отрицательное предложение. Мы с вами работаем. Он. Проверим. He won't dry his wet clothes outside. Вы. Проверим. You won't dry your wet clothes outside. Я. Проверим. I won't dry my wet clothes outside. Они. 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 Проверим. Проверим. They won't dry their wet clothes outside. Мы. Проверим. We won't dry our wet clothes outside. Она. Проверим. She won't dry her wet clothes outside. Замечательно. Итак, друзья, мы прошли с вами очень хорошую работу сейчас. Напоминаю, что вы смотрите английский семейный шаршинга. Пауза. И у нас будет два теста. Мы закрепим пройденный материал. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Итак, друзья, благодарим. Вы с нами и работаем вместе. Итак, тест номер один. Тест номер один легкий, потому что перевод с английского на русский. И если вы готовы, сразу приступаем. Первое предложение. I didn't dry my wet clothes outside. Проверим. Я не сушил мою мокрую одежду на улице. Следующее. He dries his wet clothes outside. Проверим. Он сушит его мокрую одежду на улице или свою мокрую. Окей. Следующее. They dry their wet clothes outside. Проверим. Они сушат их мокрую одежду на улице. Следующее. Will you dry your wet clothes outside? Проверим. Вы будете сушить вашу мокрую одежду на улице? Следующее. I won't dry my wet clothes outside. Проверим. Я не буду сушить мою мокрую одежду на улице. Следующее. We will dry our wet clothes outside. Проверим. Мы будем сушить нашу мокрую одежду на улице. Следующее. Does she dry her wet clothes outside? Проверим. Она сушит ее мокрую одежду на улице. Следующее. They don't dry their wet clothes outside. Проверим. Они не сушат их мокрую одежду на улице. Следующее. Did I dry my wet clothes outside? Проверим. Я сушил мою мокрую одежду на улице. И последнее. We dried our wet clothes outside. Проверим. Мы сушили нашу мокрую одежду на улице. Итак, друзья, вы смотрите на английский семей Савченко. У нас короткая пауза. Последняя. И тест номер два. Итак, друзья, тест номер два. Это будет посложнее. Перевод с русского на английский. Если готовы, тогда приступаем. Первое предложение. Я не сушил мою мокрую одежду на улице. Проверим. I didn't dry my wet clothes outside. Следующее. Он сушит его мокрую одежду на улице. Проверим. He dries his wet clothes outside. Следующее. Они сушат их мокрую одежду на улице. Проверим. They dry their wet clothes outside. Следующее. Вы будете сушить вашу мокрую одежду на улице? Проверим. Will you dry your wet clothes outside? Следующее. Я не буду сушить мою мокрую одежду на улице. Проверим. I won't dry my wet clothes outside. Следующее. Мы будем сушить нашу мокрую одежду на улице. Проверим. We will dry our wet clothes outside. Следующее. Она сушит ее мокрую одежду на улице? Проверим. Does she dry her wet clothes outside? Следующее. Они не сушат их мокрую одежду на улице? Проверим. They don't dry their wet clothes outside. Следующее. Я сушил мою мокрую одежду на улице? Проверим. Did I dry my wet clothes outside? И последнее предложение на сегодня, друзья. Мы сушили наши или нашу мокрую одежду на улице. Проверим. We dried our wet clothes outside. Итак, замечательно, друзья, дорогие. Сегодня мы очень с вами хорошо поработали. Это у нас был основной курс номер один и урок 26. Итак, мы сегодня с вами вместе выучили четыре новых предложения. И 54 рабочих фразы у нас было. У нас уже больше 100 словарный запас и 1400 больше немножечко предложений фраз. Итак, этот словарный запас у нас только связан с основным курсом. Я имею в виду, что у нас есть другие плейлисты, где вы можете дополнительно учить слова. Замечательно сегодня поработали. Нелечка, спасибо тебе большое. Если вам понравился, друзья, урок, пожалуйста, поставьте лайк. Делитесь с друзьями, комментарии. Будем очень-очень вам благодарны за это. И очень интересно. Сейчас я готовлю для вас очень интересный тест. И как он называется? Розыгрыш. И приз. Сюрприз. Приз, как говорится, это вознаграждение. Такой плейлист мы скоро откроем на нашем канале English-Sav.com. Следите за обновлениями. Скоро там появится информация. Будет очень интересно. Потому что в розыгрыше у нас будет участвовать, я имею в виду, приз, который мы готовим. Или, как сказать, подарок. То мы готовим разговорник. Русско-английский разговорник, который стоит приблизительно 250 долларов. Хороший достаточно подарок. В общем, следите за обновлением. Спасибо большое. Теперь, вот мы подготовили домашнее задание. Мы немножко изменили теперь домашнее задание. Вам не нужно искать слово и писать именно слово. Но мы вам в нескольких словах написали где-то какие-то, допустили, вернее, ошибки. Пожалуйста, вам что нужно делать? Вот здесь 9 номеров. Вы просто так и идите. Например, первое, да, можете с запятой. Ноль ошибок. Через запятую две, запятая три, запятая ноль, запятая три. То есть, сколько ошибок в каждом предложении. Хорошо? Хорошо, вот. И это будет, я думаю, немножко посложнее, как сказать, задание, чем это было раньше. Ну, всё, спасибо большое, что были с нами сейчас. Английский семья Савченко с вами был. И у нас два канала. И наш сайт english-sav.com. А этот урок для вас. И вместе с вами подготовили, провели Алексей и Нелечка. До свидания, друзья. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok